Всем привет! Меня зовут Татьяна и добро пожаловать на мой канал. Сегодня, девчонки, я вам буду рассказывать о тональных кремах, которые у меня есть. Они все подходят для жирной кожи. Я вам расскажу о свойствах и так, как они ведут себя на коже. Первый тональный крем, а точнее BB крем, вот такой корейской марки. Он для проблемной кожи. Например, написано, что BB крем не просто маскирует прыщи и расширенные поры, но и устраняет причину их. Защищает кожу от вредного ультрафиолета и окружающей среды. Выравнивает тон. То есть, тон идет как лечебный. Он лечит неровности кожи. Прыщи, то есть, да, он действительно... У меня выскакивали вот здесь несколько прыщиков. Я им мазалась, и прыщики подсушиваются. Они сходят, как будто вы салициловой кислотой помазали. То есть, BB крем. Но он выбеливает кожу. То есть, если вы им... Он с серым подтоном. То есть, как все корейские крема. То есть, он с серым подтоном. Несмотря на то, что он в тюбе, как кажется, темный, он подстраивается под свою кожу, но он выбеливает. Так как иногда я хожу в солярий, и как бы мне нужен слегка желтоватый оттенок тонального крема, хотя кожа у меня с серым подтоном, то все равно он маленько выбеливает. Он очень хорошо ведет себя на коже. Он маскирует. Он средней плотности. Он матирует, но ненадолго. То есть, пудра вам необходима. В этой серии, кстати, есть пудра. Заказывала на корейском сайте. Маленький тюбик 30 миллилитров. Хотя, как бы, мне кажется, там довольно-таки не 30 миллилитров. Ведет себя хорошо. То есть, если по 10-бальной шкале, пятерка твердая ему. У тех, у кого есть прыщи. То есть, у меня нет прыщей. Что еще нужно? Неплохой BB-крем. Ничего не могу больше сказать про него. Следующая BB-шка, которая у меня есть, я думаю, у многих есть, это гарнир. Вообще, гарниры я стала... Первый раз попробовала BB, когда, помните, он был для всех типов кожи. Это было что-то. Это был вот такой маленький тюбик. Это было страшное, жуткое зрелище. Когда я его нанесла, через час я была похожа настолько на светящийся вот такой шар. То есть, он настолько блестел. Он на такой жирной, масляной основе сам. Я не знаю, что он маскирует. Он абсолютно ничего не замазывал, ничего не маскировал. И просто я ходила, как вот такое блестящее чудо. Но вот они выпустили новую версию. То есть, это для смешанной и жирной кожи. Светло-бежевый оттенок у меня. Мне он очень понравился. Да, летом он блестит. Через 3-4 часа его надо припудривать. На коже он уйдет себя хорошо. В порой морщинки он не забивается. Шелушение он не подчеркивает. Может слегка, но так как кожа жирная. И через час-два у вас эти шелушинки, они сами абсорбируют жир. И они прекращают шелушиться. То есть, крем неплохой. Носить можно, но лучше на весну, на осень. На зиму он не подойдет, так как в нем чувствуется спирт. Вы когда наносите, прям запах спирта сразу бьет в глаза. И как бы бывает даже иногда, что слезы рядом наносите с глазами. То есть, слезы могут от этого бибишки идти. На спиртовой основе, как бы, вообще нежелательно, конечно. Так как, значит, все крема, где есть спирт, они сначала подсушивают жирную кожу. Но потом, за счет выработки вот этого кожного сала, у вас еще больше становится жира. Поэтому, где есть спирт, то есть, я бы не советовала. Следующий. Это от Катрис вот такой. Алмат. Мне не понравился этот крем. То есть, он на коже, непонятно, если честно. Я его тестировала, он уже кончился здесь. Я налила другой тональный крем, именно в тюбик в этот. Да, он матирует на 2-3 часа. Но после того, как вы пройдете зимой по холоду, то есть, вы приходите и блестящее лицо у вас. Мне не понравился. Кроющая способность у него средняя. Тоже, кстати, пак спиртом. Не знаю. Пятерка из 10. Обычный тональный крем. Ничего сказать про него не могу. Следующий тональный крем, это вот такой от Just. Just позиционирует вся косметика как профессиональная. То есть, для телеведущих, радиоведущих и так далее. Всех ведущих, где есть плотный слой грима на лице, чтобы камера не съедала. У вас этот тон. Да, он плотный. То есть, посмотрите, он. Вот. Он как грим. Действительно, он как грим. То есть, он плотный. У него кровящая способность просто потрясающая. Но его видно настолько, что... Вам за километр скажут, что в тональном креме. То есть, его очень видно. Чем бы вы его не носили, как бы вы его не носили, его будет видно. Но кровящая способность для камеры, то есть, для фотоаппарата на какой-то вечеринку, мероприятие, где будут вас сфотографировать, где вам нужно красивое фотошопленное лицо. Этот крем я очень советую. У них, кстати, очень много баз хороших под тона. И крем очень достойный. Следующий крем, это Normandern Taint Vichy. Вот такой. Он тоже на спиртовой основе. То есть, он настолько жидкий, как водичка просто льется тоже. То есть, как флюид он идет. Значит, когда Vichy только пришло, сколько, наверное, лет 10 назад, первый тональный крем, вот точно такой же у меня был от Vichy. В чем фишка Vichy? Они неплохие по качеству. Они стоят недешево. То есть, это довольно небюджетный сегмент. Но, вы когда наносите на лицо, вы немножко подходите, ходите, он дает какое-то пудровое напыление потом на вашем лице. То есть, у вас как бы тональный крем, сверху пудра, но сверху еще какое-то напыление белого цвета. То есть, как будто вас мукой маленько припорошили. И это не только этот крем дает. У меня еще был другой, который в черном тюбике, который замазывает бугры. Хотя у меня такого нету как бы на коже, но у меня тоже был, наверное, крем, думаю, для фотографий. Конечно, он вот таким слоем ложится на вашу кожу. Вы его не просто видите, вы его чувствуете, как будто на вашем лице просто маска находится. И очень тяжело ходить, хочется быстрее это смыть, быстрее дойти до ванной, потому что кожа просто не дышит. Не дышит. И оттенки, очень сложно подобрать оттенки. То есть, там 15, 20 и 25. То есть, покупать два тюбика по полторы тысячи, чтобы смешивать, ну, как бы это, я считаю, что вещи этого не стоит. Как бы, троечка из 10, из 10 тройку поставлю. Больше не куплю. То есть, купила потому, что был со скидкой. Думаю, может быть, изменили формулу, стал лучше. Ну, как бы, нет. Абсолютно. Не советую. Следующий тональный крем. Revlon Colorstay. Мне очень нравился. То есть, год назад я его покупала. Мне очень понравилось. Все девчонки хвалили, говорили, настолько такая стойкость. Такой хороший оттенок. Да, оттенок действительно гениальный. То есть, под мою серую кожу. Он идеально подошел. Он очень хорошо подстраивается. Он не подчеркивает, не забивается в пор. Не подчеркивает морщинки шелушения. То есть, никакой пленкой, сверху пылью, мукой он не покрывается. Кровищая способность потрясающая. То есть, он замажет все. Все, что нужно и даже не нужно. То есть, он замажет все. То есть, делает из вашего лица просто бумажку. Но, то есть, жирный блеск появляется через 3-4 часа лично на моем лице. И потом, есть просто тональные крема, которые блестят, но не липнут. Вот у него такая способность, что он не липнет. Все предыдущие крема, которые я вам показывал, они все липнут. То есть, вы потом прижимаете лицо к лицу, руку, и у вас она просто прилипает. К этому не прилипает. Он просто блестит. Вы его припудрили, он не липнет, больше не блестит. Через некоторое время опять блестит. Очень достойный тональный крем. Сейчас, это у меня без помпы версии. Сейчас говорят с помпой версии. Хочу попробовать. Может быть, формулу тоже изменили. Попробую. У меня в оттенке, к сожалению, он даже не скажу. Потому что оттенок уже давно ушел куда-то. То есть, очень достойный крем. Я рекомендую. То есть, 9 из 10 я ему поставлю. Ведет себя достойно и летом, и зимой, и весной, и осенью. Отличный тональный крем. Для всех. Ну, это для жирной кожи. Я имею в виду, для всех мероприятий он подойдет. Я точно в нем уверена, что никуда он не побежит, не уплывет. И так далее. То есть, отличный тональный крем. Следующий тональный крем. Предыстория к этому тональному крему. То есть, я его давно очень хотела. Именно тональный крем этой марки. И тут, думаю, сделаю себе подарок. Куплю этот тональный крем. На следующий день у меня был экзамен к парикмахерскому искусству. То есть, я ходила в Академию парикмахерского искусства. У меня был экзамен. И я намазывала себе этот тональный крем на экзамен. Думаю, приду, такая красивая королева. Думаю, у меня же экзамен. Буду всех стричь, красить. Такая красивая. И что вы думаете? Экзамен у меня начинался в 11. Это была зима. Прошла я по зиме. Ну, то есть, в общей сложности полчаса. Захожу я, значит, в Академию. Смотрю в зеркало. Это просто было чудо. Я была оранжевого цвета. То есть, он на лице окислился. Или окислился, как правильно говорить. Девчонки, подскажите. И я была оранжевым чудом. Мало того, что он подчеркнул все морщинки. Так он еще и подчеркнул все шелушинки, которые стоили еще темнее оранжевых пятен. То есть, так как до туалета я дойти не могла, хотя бы взять сумку и припудрить это. Мне пришлось стричь и красить клиента. Он смотрел на меня, на оранжевую, такую красивую, с шелушинками. Я смотрела на него, потом мы смотрели оба в это зеркало. Так сказать, мы смотрели эффект моей работы, он смотрел на меня. Я была в шоке. Я блестела, как, не знаю, как вот этот мерцающий шар. То есть, он... Я была настолько разочарована, что просто... Я даже уже половину экзамена не думала об экзамене. Думала, господи. Ну что ж такое-то? Что ж мне так не везет? Такие большие надежды я на него возлагала. И что же, думаете, что же это за тональный крем? Это вот. Тональный крем Мак. Студия Фикс. Да. Я не знаю, почему повел так на моей коже. То есть, может быть, от волнения у меня больше выделялось кожного сала или еще что-то. Может быть, недостаточно увлажненная была кожа. Но я же... Мне же надо подтвердить этот эксперимент. То есть, все те разы, которым я им пользовалась, он ввелся абсолютно точно так же. То есть, не просто в тот день он так себя и меня подставил, и себя, но он ввел абсолютно так же. Ни летом, ни зимой, ни весной он не держится на мне. Он съезжает, он пятнами уходит. То есть, на носу его абсолютно не остается. Он проваливается в поры, он подчеркивает морщины. Я не знаю. То, что это поделка, это стопроцентно не может быть, потому что я покупала в Корнере Мак. И, то есть, девушка посмотрела по шее, выбрала мне оттенок. И, как бы, еще к нему я покупала пудру, которая не именно цвета, а именно та... Та-да-да-дам! Ой, не тонирующая, а матирующая-то пудра. Вот она мне понравилась. Она матирует 3х3х4 часа. Но ее видно, она тоже забивается в поры. Она белого цвета. И она забивается в поры. То есть, покупкой на 4000 я была расстроена очень сильно. И, как бы, не знаю. Все девчонки хвалили, говорили, это лучший тональный крем для жирной кожи. Не знаю, ничего не могу сказать. То есть, первые 2 часа он ведет себя нормально на коже. Но после выхода на улицу и захождения обратно в квартиру, то есть... Я не знаю, я очень разочарована. 3 из 10. Может быть, новые продукты? Pro Longwear, по-моему, называется тональный крем. Я вот не помню, в таком черном тюбике говорят, отличный тональный крем. Ну, жалко, в пробниках не продаются. Я бы в пробниках попробовала, потому что покупать полную версию за такой ужасный эффект я бы не стала. И последний тональный крем, который нашумевший сейчас на ютубе. И, я думаю, все девчонки купили этот тональный крем под влиянием ютуб. Я абсолютно не разочаровалась. Сейчас он на мне. Он ведется отлично. И на морозе, и в жару, и осенью, и весной. То есть, тестирую я его уже, вот как он только появился, наверное, месяца 4. Ну, лично у меня. Он не подвел меня ни разу. На всех фотографиях он смотрится отлично. Его не видно, он не проваливается в поры. Он не подчеркивает шелушение. Идеальный цвет. Да, он немножко окисляется и как раз становится по цвету вашей кожи. Потому что у меня самый светлый оттенок. Идеальный тональный крем. Он жидкий. Да, он спиртовой тоже. Но вы его припудриваете, и потом после этого ваша кожа просто сияет и блестит. И, как бы, мне очень нравился. То есть, несмотря на то, что это бюджетный тональный крем. Это просто волшебный. Я думаю, все его узнали, да? Это Катрис. И какой-то камуфляж. К нему я хочу еще попробовать консилер. Говорят, он тоже... Извиняюсь. Говорят, тоже хороший. Но тональный крем это вообще просто бомба. Если бы я не знала, что это Катрис, я бы подумала, что это какой-то люкс. Да? Пипетка. Пипетка очень удобная. Некоторые не нравятся, что это пипетка. Я вот так открываю пипетку, накапал на спонжик несколько капелек и все. То есть, он жидкий. В магазине я еще заметила, что они расслаиваются. То есть, там стояли баночки. Вот это стояло не расслаивающееся. Но, где вот так вот половина тут что-то было, а тут какая-то основа. А тут все равно была прослойка масла. То есть, я думаю, что-то в составе есть. Хотя, когда открываешь, чувствуется спирт. Не знаю, у меня пока не расслаивается. Но, может быть, ему надо время. Но, так как я им пользуюсь каждый день, он не сушит кожу абсолютно. То есть, он под нее подстраивается, матирует. И на 3-4 часа он точно матирует. Тут написано, что он держится 24 часа. Девчонки, я могу вам точно сказать, что он держится 12 часов. Это 100%. Значит, в 6 утра я его всеми наношу. До вечера. Я его просто один раз в день припудрю. И до вечера он держится 100%. То есть, он никуда не слазит. Да, если у вас, как говорится, бегут сопли, и вы пользуетесь платком, конечно, он с крыльев носа у вас слезет. Но, если вы не болеете, он на лице держится вот так, как вы нанесли макияж. То есть, до вечера он держится 100%. Не знаю, как 24 часа я бы не рискнула. Хотя бы и вали случаи, что приходишь и просто падаешь, засыпаешься с тональным кремом. Конечно, на утро у меня он остается, но не в том первозданном виде, в котором вы его наносили. Но тональный крем это просто шикарный. И если Катрис как бы не снимет его с производства, я думаю, все будут пользоваться именно этим тональным кремом. Потому что все обладательницы тональных жирной кожи в интернете просто буйство идет. Это лучший тональный крем. Да, он лучший. Он дает эффект фотошопа. То есть, я не знаю, я красила девушку, которой 50 лет. Он не забивается вообще, в морщины не подчеркивает. Морщинки не забивается. Знаете, есть такой, забьется в морщинке, потом такое ощущение, как будто у вас он лет 70. Такого эффекта он абсолютно не дает. Я всем его рекомендую. Хочу еще 20 номер прикупить, чтобы смешивать. Ну, чтобы маленько потемнее он был. То есть, отличный тональный крем. Это мой фаворит. Просто мой любимец в этом году. Ни разу меня не подвел. Просто вообще очень хороший. Я всем рекомендую. И я думаю, даже не только у кого жирная кожа, но на нормальной коже он будет сидеть просто как в льдой. Он застывает. Единственный такой момент, если вы наносите его влажным спонжем, он так быстро застывает от влажного спонжа, что потом приходится вот так вы его трете, и бах-бах-бах, у вас спонж просто застыл. И как бы вы не можете даже это... Как сказать... Если в холодной воде вы смочили спонж, от трения у вас тональный крем застыл, и такое ощущение, как будто вы по резине. То есть трете. Не знаю. Мне очень нравится тональный крем. Всем рекомендую. Покупайте, обязательно не пожалеете. Ликвид камуфляж от Catrice. Просто бомба. На этом все. Я заканчиваю свое видео. Если вам было интересно мой обзор, ставим пальчики вверх. Подписываемся на мой канал. Если вы хотели что-либо узнать, на что бы я сделал обзор, пишем в комментариях. Если вы хотите сделать обзор на палетки теней, я с удовольствием это сделаю для вас. Спасибо вам большое. Спасибо за просмотр и за то, что вы зашли на мой канал. Покупайте. Спасибо. Спасибо.